Рок-музыканты мешают жителям улицы Ерубаева спокойно жить. Оглушительная музыка и посетители клуба «Свинцовый дирижабль», который приобрел большую популярность среди подростков, уже на протяжении года не дает покоя жильцам дома по соседству. А в последнее время разгоряченная публика переносит свои вечеринки из клуба прямиком во двор. Подробностью Амина Смаковой. Для того, чтобы спокойно жить и спокойно быть за своих детей. Из-за своих стариков. Вот и все. Ну посмотрите, кто приходит. Приезжают со всех окраин города. Сюда какие-то элитные слушатели приходят. У нас здесь небольшой театр. Приходят с разноцветными головами, с разноцветными ушами и все такое. Это жильцы дома номер 4, что по улице Ерубаева. Каждую неделю в пятницу с 8 до 11 вечера здесь не смолкает оглушительная музыка. Дело в том, что совсем рядом с домом расположен популярный развлекательный клуб. После того, как в нем гремит концерт, молодежь устраивает свое шоу. Распитие смертных напитков, веселый ор, разбрасывание мусора. Плюс ко всему молодые подвыпившие люди ходят справлять нужду за жилой дом. Потом мы находим таблетки, антидепрессанты и транквилизаторы. То есть это происходит каждый концерт. На то, что мы обращались к хозяевам, что-нибудь сделайте, помогите нам, бесполезно. Это постоянно игнорируется. Поэтому мы вызываем за концерт, это раз, два, три раза мы вызываем полицию. Каждую неделю. Каждую неделю это происходит. И это, знаете, тут невозможно. Детям негде играть. Вы посмотрите, какой у нас двор. Нет негде играть детям. Боимся постоянно за детей. Больше всего в этом доме от любителей рок-музыки страдает 87-летний ветеран войны Марфа Тюрина. Пожилая женщина по вечерам даже не может посидеть, подышать свежим воздухом на улице. Пьяные подростки не дают пенсионерке спокойно отдыхать. Мне сейчас 87 лет. И выйду я на улицу, вот такая башня. Вечером тоже такая. И негде даже отдохнуть. Давление большое и негде посидеть. Даже маленькие дети пытаются защитить свой дом от публики свинцового дирижабля. Как только те бросают мусор и матерятся, дети начинают делать им замечания. Правда, не всегда развеселившаяся молодежь спокойно на них реагирует. Потом аккуратненько перешел за тот угол и начал там гадить. А вот ты что-то делаешь? Вот ты, получается, иногда снимаешь на сотку, когда ты им говоришь, вот тут нельзя ходить в туалет, да? Тут еще что-то. Нельзя так бросать бутылки. Они тебе что говорят? Они меня, ну, бывают обматерят по полной. На первый взгляд, такие проблемы есть везде. Местные кафе часто мешают жильцам, стоящих рядом домов. Но этот случай несколько отличается. Жители часто находят шприцы, пустые бутылки, а недавно в подъезде из-за отходов завелись крысы. Сама администрация свинцового дирижабля утверждает, что в самом клубе у них все в порядке. А вот за то, что происходит за его пределами, они ответственность не несут. Когда, ну, встречаются те люди, которые, ну, не слушают и, не знаю, либо не чтят закон, я не знаю, с чем это связано. И, ну, из-за этого мы всегда, как бы, благотворно относимся к тому, когда приезжают сюда посты милиции. Вот это, это наша территория. Эту территорию мы охраняем. У нас профессиональная охрана, которой мы платим. За эту территорию пять минут. Вот что дальше? Кто должен охранять? Здесь какой должен? Кто должен? Сотрудники. Сотрудники. Как-то сотрудники. Городские власти. Хотя бы в это мнение любители тяжелого рока и жильцов дома номер 4 совпадают. Городские власти должны решить эту проблему. Однако у них другое мнение. Потом у меня предложение было такое, чтобы они сделали свой, чтобы минимум, домовый, вот, и у них выйдет вот это фактически за, под самое кафе территория их. Территория кафе не выкуплена там, понимаете, да, потому что подъездные пути, стоянка автомобильная. Ага, понятно. Вот, поэтому, говорю, вы тоже сами сделайте шаг. Вот это вот выкупите, вот это, и все, ставите свой забор, если он не понимает, что нужно, ну, с соседями жить дружно. Выкупать территорию жильцы не собираются, и главное требование закрыть клуб в принципе. Соседства с ним они не хотят. Если городские власти ничего не предпримут, то жители намерены обратиться к самому президенту. Амина Смакова, Ужас Габасов, Марат Култянов, Первый Карагандинский.